Здравствуйте, меня зовут Андрей Цветков, вы смотрите Голос Америки в прямом эфире из Вашингтона. Это брифинг, проект в котором наши зрители принимают активное участие посредством комментариев. До дня голосований на промежуточных выборах осталась неделя, однако более 19 миллионов избирателей проголосовали досрочно. Эти выборы могут оказаться самыми дорогими в истории США. Расходы политиков на рекламу превысили 5 миллиардов долларов. За неделю до промежуточных выборов, на которых не избирают президента США, президент Дональд Трамп выпустил в эфир свой рекламный ролик. Появилось больше возможностей и больше безопасности в инвестициях в то, что действительно важно. Выбери правильное будущее. В ролике отсутствует сам Дональд Трамп, несмотря на то, что президент неоднократно заявлял, что промежуточные выборы – это голосование в поддержку его президентства. Идите и голосуйте в 2018 году, потому что вы голосуете за меня в 2018 году. Многие республиканские кандидаты в своей рекламе подчеркивают свою близость к президенту. Каждый знает моего мужа Рона Десантиса. Его кандидатуру поддержал президент Трамп. Он еще и потрясающий отец. Построй стену. Он читает книжки. Потом мистер Трамп сказал, ты уволен. Я люблю эту часть. Многие республиканцы заимствовали агрессивный стиль Трампа. Избалованные атлеты протестуют против нашего гимна. Леворадикальным толпам платят за уличные беспорядки. Крики, насилие, клевета, угрозы смертью. Демократы призывают к единству. Возможно, вы видели некоторые негативные атакующие рекламы, которые пытаются напугать вас тем, что мы собираемся сделать для штата и страны в этот критический момент. Демократы также делают ставку на прорехи в социальной политике республиканцев. Он лгал, говоря о моей медицинской страховке. Республиканское сокращение налогов привело к гигантским выгодам для корпораций и увеличению налоговой нагрузки на средний класс. Гражданином США с рождения можно стать двумя способами. В первом случае один из родителей гражданин США. Во втором случае родителям не обязательно быть гражданами, но человек должен быть рожден на территории США. Именно этот способ основанный на праве почвы и хочет ограничить президент США. Об этом он заявил в интервью изданию Аксиас, которое было опубликовано во вторник. Ужесточение миграционной политики было одним из ключевых обещаний Трампа во время президентской кампании. Внимание американцев приковано к колонии мигрантов, которые движутся к границе США с Мексикой. От того, насколько эффективно будут защищены границы США, зависит репутация Трампа. Белый дом намеревается разместить тысячи солдат на границе с Мексикой. Президент США утверждает, что приложит все усилия для того, чтобы не впустить в страну участников каравана. В США направляется караван мигрантов. Несколько тысяч беженцев из Центральной Америки. Вашингтон намерен остановить их на границе. Точное число военнослужащих, которые будут направлены в Техас, Аризон и Калифорнию, Пентагон пока не называет. Газета Wall Street Journal пишет, что поддержку пограничникам и миграционным службам будут оказывать по меньшей мере 5000 военных, а не 800, как планировалось изначально. Военные будут оказывать инженерную и логистическую поддержку гражданским властям. Администрация Дональда Трампа неоднократно призывала мигрантов вернуться домой. Трамп заявлял, что в караване мигрантов, примерно численность которого составляет от 3500 до 7000 человек, есть преступники и выходцы из Ближнего Востока. Пусть и не всем это удается, но традиционно считается, что из воздуха можно делать деньги. Теперь из него можно делать еще и воду. Вот звук, казалось бы, обычной воды. Но за технологию ее добычи создатели получили призы. Вода вытекает из этого аппарата, она создается прямо из воздуха. На самом деле из влажного воздуха. Дэвид и Лора Херц создали первую установку на солнечных батареях на пляже. Там полно влажного воздуха. Затем началась борьба за приз, который вручают за создание новых технологий, которые позволяют производить 2000 литров воды в день, используя только возобновляемые источники энергии, менее чем за 2 цента. Результатом стала установка «Видью», которую возможно доставлять в районы засухи или в зоны бедствия. Идея в том, чтобы система была настолько мобильной и способной работать в любых условиях, чтобы она смогла стать альтернативой существующей инфраструктуре. Прорывом стало выпаривание коры деревьев и ореховой скорлупы и искусственное создание влажности. Это все равно, что создавать тропические леса в коробке. Благодаря этой идее создатели получили полтора миллиона долларов и возможность презентовать свой продукт. «Нами движет желание быть полезными. Нам очень хочется помочь. И есть столько мест в мире, где такая помощь нужна. Например, недавно пришел запрос из заповедника, в котором живут слоны». Следующий шаг – привлечь инвесторов, создать больше установок. «Обеспечить имя некоммерческой организации, сделать так, чтобы установки были доступны по всему миру для тех, кто находится в зоне бедствия или просто нуждается в воде». Суд в Майами принял решение отставить под стражей подозреваемого в рассылке бомб лидером демократической партии и критиком Дональда Трампа. В случае вынесения обвинительного приговора Сизару Сайоку грозит до 58 лет тюрьмы. Новость из Майами, штат Флорида. Подозреваемого в рассылке бомб демократам оставили под стражей, отказав ему вправе на залог. Сизару Сайоку предъявлены обвинения по пяти уголовным статьям. Ему грозит до 58 лет лишения свободы. 56-летнего Сайока обвиняют в рассылке самодельных бомб рядов видных демократов и критиков президента Трампа. К счастью, ни одна из 14 обнаруженных бомб не взорвалась. В суде обвиняемый вел себя тихо, однако, слушая обвинения, прослезился. Сайок был постоянно окружен своими адвокатами, которые настаивают на отсутствие доказательств его причастности к рассылке бомб. В канун Дня всех святых американские дети ходят по соседним домам в костюмах и собирают конфеты. Для одной мамы из Огайи веселый праздник обернулся кошмаром. Чтобы я еще раз отпустила детей собирать эти конфеты? Никогда! Джулия Пен, жительница города Кагалион, штат Огайи, в преддверии Хэллоуина, испытала настоящий ужас. Ее пятилетний сын Брейлин попал в больницу после того, как с корзинкой в руках походил по улице и набрал конфеты. Сначала у него как-то опустилась левая сторона лица, потом он упал на землю, левая рука отнялась, он не понимал, где он, что происходит. Напугав соседей, получив конфеты в подарок, Брейлин съел несколько конфет и примерил пластмассовые зубы вампира. Ему их тоже подарили. Отвезла его в больницу, пришел врач и сказал, что у него в моче обнаружили метамфетамин. Джулия не могла поверить своим ушам. Говорят, что могло бы быть намного хуже, доза небольшая. Полиция ведет расследование. Прежде всего, требуется определить круг подозреваемых. Следствие предполагает, что метамфетамин был унесен на зубы вампира. Их и то, что осталось от конфеты, следует в лаборатории. Он еще не совсем пришел в себя, то радостный, то совсем тихий. Джулия рада, что самое страшное позади. Слава Богу, что он жив, мой Брейлин, что он со мной, дома. Израиль, Россия, Бразилия, Казахстан. Спасибо, что были с нами на брифинге. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин